Какое развитие науки как таковой связано с попыткой человека познать то, что происходит вокруг него? И начинал человек с естественных масштабов – сантиметр, метр, секунда. Но в дальнейшем, естественно, развитие пошло в двух направлениях – это исследование макромира, то есть нашей Вселенной, исследование микромира. На самом деле, как известно из современных теорий, эти измерения, возможно, на самом деле смыкаются, но это уже другие теории. А то, о чем я хотел говорить, связано с исследованием на микромасштабах. И связано это с тем, что было достаточно быстро понято, что если размер исследуемого объекта уменьшается, скажем, сейчас это ангстремы, доля ангстремы и так далее, то уменьшаются и те временные масштабы, на которых необходимо смотреть, что происходит. Иначе картина замазывается, и мы видим что-то среднее за довольно большой промежуток времени. Большой, но с точки зрения тех изменений, которые могли бы происходить в системах микромира. И, собственно говоря, передний край современной науки, 2010 год и дальше, и сейчас, связан с тем, что появилась возможность исследовать изменения всякие процессы с временным разрешением порядка аттосекунды. Аттосекунда – это 10 минус 18 секунды. То есть это, конечно, очень маленький масштаб. Но вот чем это определяется? Если взять простейшую модель, известную уже давным-давно, еще с начала 20 века, модель атома Бора, и посчитать, за сколько времени, каков период обращения электрона вокруг протона в атоме водорода, то окажется, что этот период равен как раз 180 аттосекунд. Поэтому аттосекунды – это естественное время, на котором происходят изменения на масштабах движения отдельных электронов в атомах. И поэтому, естественно, это существенный исследование на таких временных масштабах, это существенный шаг вперед понимания того, что происходит. И еще раз интересно то, что это, соответственно, уже исследование на масштабах и меньше ангстрема в пространстве. Каким образом получают такие аттосекундные импульсы? Естественно, речь идет не о импульсах оптического диапазона, которые генерируются лазерами, поскольку лазер не может генерировать импульс короче, чем одна длина волны. Ну а в оптическом диапазоне это примерно микрон, полмикрона, десятая доля микрона, но никак не те ангстремы, десятки ангстрем, которые необходимы, чтобы получить длину волны, ну и период, соответствующий аттосекундам. Поэтому здесь используются фемтосекундные лазерные импульсы для генерации уже аттосекундных импульсов. То есть, по сути, аттосекундный импульс – это импульс рентгеновского диапазона частот. Для его генерации используются лазерные импульсы, очень короткие, фемтосекундные. Основная идея, собственно, была тоже сформулирована где-то в 90-х годах прошлого века, когда была построена модель ионизации атома в очень сильном световом поле. То есть, речь идет о так называемой туннельной ионизации атомов. На самом деле, впервые туннельную ионизацию атомов описал академик Келдыш где-то в 60-х годах прошлого века, но он описывал в статическом электрическом поле. Вот в осциллирующем электромагнитном поле туннельную ионизацию атомов описали как раз где-то в конце 80-х-90-х годах прошлого века. И была построена модель, которая, собственно, показала в первую очередь, что возможен процесс генерации очень высоких гармоник, так называемых. То есть, обычно, скажем, в оптике и в нелинейной оптике речь идет о гармониках, о второй гармонике лазерного излучения, о третьей гармонике лазерного излучения. Это типичные объекты, которые изучаются в рамках, скажем, университетского курса физики. Здесь речь идет о сотой гармонике, о двухсотой гармонике, о тысячной гармонике лазерного излучения. Естественно, что так и тысячная гармоника, то ее частота уже не оптическая, это частота в рентгеновском диапазоне частот. И оказывается, что в определенных ситуациях, если фазы нескольких соседних гармоник совпадают, то, выделив эту некоторую часть спектра, получающегося в результате процесса генерации высоких гармоник, можно получить очень короткий импульс. Ну, как обычно, в соответствии с отношением неопределенности, ширина спектра определяет длитность импульса. Поэтому нам нужна просто ширина спектра в десятке электрон-вольт, и тогда длитность импульса будет порядка 1 секунду. Вот процесс туннельный ионизации, он сам по себе довольно интересен. То есть, речь идет о том, что атом, электрон, исходно связанный с атомом, с кулоновским полем, находится в потенциальной яме, но под действием очень сильного лазерного поля, потенциал, в котором находится электрон, он сильно искажается. И, в частности, вблизи атома, то есть в области вот этой существования этой ямы, на масштабах порядка ангстрема, этот потенциал уже представляется не как яма, а как яма и барьер. То есть электрон может туннелировать через этот барьер. Барьер этот нестационарный, он, естественно, осциллирует, и глубина, скажем так, и толщина барьера осциллирует во времени с частотой лазерного поля. Но если рассмотреть вот такую квазистатическую картинку, то можно представить себе ситуацию электрона в яме и справа барьер. Это классическая ситуация для квантовой физики. Она описывается известным туннельным процессом, и электрон получает возможность туннелировать через барьер и стать свободным. Но электрон продолжает испытывать действие электромагнитного поля, и если он в определенной фазе электромагнитного поля покидает атом, то он может быть ускорен от атома, потом развернут тем же полем в обратную сторону, снова ускорен, и испытать столкновение с исходным атомом. Вот в процессе такого столкновения, собственно, и появляются высокие гармоники. Для того, чтобы получить такой процесс, нужна интенсивность светового поля порядка 10 в 14 ватт на квадратный сантиметр. Для того, чтобы этот процесс был однократным, то есть чтобы не было многократных перерассеяний такого электрона на атоме, что приведет к появлению цуга импульсов, чтобы получить одиночный атосекундный импульс, лазерный импульс тоже должен быть, по сути, состоять из одного-полутора периодов оптического уже поля, то есть только один оптический период, один оптический цикл. То есть речь идет тоже о создании лазерных импульсов с длительностью порядка 2-3 фемтосекунд. Фемтосекунды – это 10 минус 15 секунды, что соответствует как раз примерно одному периоду светового поля с длиной волны порядка микрона. Таким образом, получаются атосекундные импульсы, и это не такая простая техника, но, тем не менее, сейчас они уже получены. Длительность импульсов может быть меньше 100 уже атосекунд, и поэтому сейчас довольно активно развивается новая область науки – атосекундная физика, которая как раз пытается использовать атосекундные импульсы для получения такой принципиально новой информации о том, что происходит в веществе. Спектр приложений здесь крайне широк. Это и фундаментальная физика, то есть исследование фундаментальных процессов, скажем, эволюции во времени волновой функции электрона в атоме. Это и всякие очень быстрые процессы в твердых телах, связанные с переходами электронов, и многие другие задачи. Значит, на настоящий момент нет каких-то вот таких очень красивых результатов, дающих принципиально новое знание в этой области, но следует сказать, что, в общем-то, она, по сути, начала свое развитие только в этом веке, даже, так сказать, немножко позже, чем начало века. Это очень новая область, и у нее все, безусловно, впереди. Ну, достаточно, может быть, еще сказать, что предыдущий такой прорыв в смысле длительности, когда, собственно, были получены фемтосекундные лазерные импульсы, привел к появлению совершенно новой области знаний, называется, которая сейчас фемтохимия, ну и, в частности, за, собственно, работы в этой области была получена в свое время Нобелевская премия. То есть, это вот существенный прорыв в фемтосекундную область дал совершенно новые знания о том, как, скажем, протекают химические реакции. Прорыв в аттосекундную область сулит еще больше, более интересные перспективы для будущего, и для фундаментальной, и для прикладной науки. Ну и здесь, конечно, в заключении, наверное, нельзя не упомянуть о том, что шкала времен на этом, безусловно, не заканчивается. После аттосекунд уже физики используют термин цептосекунды, то есть это 10 минус 21 секунды, и уже есть идеи, по крайней мере, теоретические, как можно получить импульсы даже вот такой длительности, то есть меньше одной аттосекунды. Ну и опять, если, так сказать, возникает вопрос, зачем это нужно, то ответ очень прост, характерные движения уже нуклонов в ядре, они как раз происходят за времена порядка десятков сотен цептосекунд. Поэтому прорыв следующий, который уже тоже сейчас просматривается, он даст возможность уже перейти к исследованию того, что происходит в ядре, и уменьшить пространство, и тем самым и временной масштаб исследования. Продолжение следует...